Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я нутрициолог, диетолог и основатель школы осознанной питания Nordic Balance. Спасибо, что вы заглянули на мой канал, на котором мы с вами обсуждаем темы здорового образа жизни, правильного питания и многое другое. Я вас всех призываю к тому, чтобы вы прислушивались прежде всего к своему организму, а не сразу же бежали за какими-то химическими препаратами, таблетками и помогали себе этим легким путем. Дорогие друзья, сегодня мы с вами обсудим очень интересную тему, и тема она будет посвящена гормону мелатонин, это гормон сна, так его некоторые называют. Помните, да, в моем прошлом видео мы с вами говорили обо сне, о том, как мы спим и как мы худеем во время сна, какие происходят процессы в нашем организме во время сна. Так вот, сегодня мы затронем тему гормона сна мелатонин. Мелатонин, он был признан гормоном, так официально скажем, да, в 1958 году. И впервые таблетки мелатонина в виде таблеток, да, появились на прилавках аптек в 1993 году. Например, в Америке и в России это считается, как бы этот препарат считается биологически активной добавкой. Но у нас в Европе он продается исключительно по рецептам. Но что же это такое за такой вот гормон мелатонин? Это прежде всего оксидант, который очень чувствителен к гормону инсулин. И он как бы препятствует набору нашего организма лишних калорий. Он вырабатывается где-то в 12, в 11-12 часов вечера и приблизительно до 3-4 часов утра. Мелатонин вырабатывается таким образом. Сначала необходима аминокислота, которая называется триптофан, которая способствует выработке нашего любимого гормона счастья, серотонин. Помните об этом, да? И потом уже из серотонина вырабатывается наш мелатонин. Этот гормон, он чем хорош? Он снижает артериальное давление, он повышает нам настроение, он дает нам бодрость в течение дня. И, конечно же, нужно обязательно следить за тем, чтобы мы хорошо спали. Потому как этот гормон вырабатывается исключительно в ночное время, как я сказала. И для его выработки необходима полная темнота. Как я уже напомнила вам, что он вместе ходит, как мы с Тамарой ходим парой вместе с гормоном счастья. Поэтому, наши дорогие друзья, этот гормон вырабатывается, когда мы, например, гуляем. Мы кушуем не только булки и пирожные и получаем этот гормон счастья, а мы также его получаем за счет наших каких-то активных прогулок, за счет каких-то впечатлений. И поэтому я вас, как всегда, призываю, гуляйте. Для того, чтобы этот гормон вырабатывался, необходима темнота и спокойная обстановка. К примеру, за пару часов до того, как вы уснете, сделайте вашей гостиной какое-то такое приглушенное освещение. То есть свет не должен быть очень ярким. Ваш организм постепенно за эти пару часов до того, как вы пойдете уже спать, будет готовиться к обновлению этих процессов внутренних. Обязательно проветрите свою комнату, чтобы в комнате было прохладно и вам будет при этом легче засыпать. Вы, наверное, все помните, когда мы были молодыми, мы всегда могли заснуть в любое время, в любое, я не знаю, при любом освещении. Нам ничто не мешало. И мы могли спать сладко до 12 часов дня или до 2 часов дня, кому как угодно было. Но с чем же это связано? А связано это с тем, что этот самый гормон, мелатонин, он вырабатывается до где-то 30 лет. Вот эта самая-самая концентрация выработки этого гормона, она вот где-то 25-30 лет. А потом уровень выработки этого гормона начинает постепенно снижаться. И это связано только за счет того, что каждые 5 лет после 30 лет нашего возраста у нас идет изменение кристаллика нашего глаза. И, естественно, к сожалению, не к лучшему изменению, а к худшему. То есть наш глаз пропускает больше световых излучений. И, конечно же, мы должны за этим процессом следить. Если у вас не будет достаточной выработки этого самого мелатонина, вы будете терять свою концентрацию внимания. У вас появится такая апатичность. И это может привести просто-напросто к депрессии. Поэтому, дорогие мои, спать нужно крепко и сладко. Те, которые страдают бессонницей, обратитесь обязательно к врачу, к своему лечащему. И проконсультируйтесь, проверьте этот гормон свой, сдайте какие-то анализы. И если вам ваш врач-лечащий назначит этот препарат, то принимайте его не более чем 1 месяц. Хотя доказано, что нет физиологической привязанности к этому гормону. Но, к сожалению, вы можете просто-напросто быть зависимым от этих таблеток на психологическом уровне. То есть, знаете, когда вы думаете, ой, сейчас, если я не выпью эту таблетку, то я, к сожалению, не усну. И у вас появится такая некая тревожность, что у вас будет плохой сон, или же вы обязательно проснетесь ночью. Так что позаботьтесь об этом, гуляйте, проветривайте комнату, повторюсь. Никаких страшных фильмов не смотрите перед сном, новостей не слушайте. Все должно быть спокойно, позитивно, и будете спать гораздо лучше. Потому что он также, этот гормон мелатонин, подавляет выработку кортизола. Как вы помните, кортизол, смотрите мое тоже видео, это гормон стресса. Так что, дорогие мои друзья, спите сладко и будьте позитивны, восстанавливайтесь ночью. И пытайтесь наладить эти самые биоритмы, которые в нас заложены природой. Слушайте свой организм. Ведь мелатонин, он является неким таким, как бы, часовым поясом, или часами нашего организма. Все будьте здоровы, счастливы, любимы. И еще раз вас благодарю за то, что вы посетили мой канал. Подписывайтесь, лайкайте. И до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока! Пока!